Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Елена Зинатольевна. И вот о чем сегодня расскажем. Они изучают татарские традиции, говорят на татарском языке и поют татарские песни. Сохранение татарского языка во многом зависит от нас, от наших родителей, которые говорят с нами на родном языке. Смена сокровища нации собрала 180 детей из 16 регионов страны. Об этом подробнее расскажет Алия Хверудинова. Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Поезд это все-таки большая такая машина, которая может вас задавить. Какие правила надо соблюдать, чтобы избежать ДТП, расскажет Иван Сарафанов. Родители недовольны качеством и порциями еды, которую предлагают детям в детском саду. До этого овощей мало было, конечно, овощей, каши побольше. Как на жалобу отреагировала прокуратура и к чему привели проверки, знает Филюзаха Медулина. Иннополис сегодня отмечает день рождения. С праздником самый молодой город страны поздравил Рустам Мениханов. В своих соцсетях он выложил ролик. Президент отметил это образовательный и научный центр в области информационных технологий. Рустам Мениханов пожелал горожанам счастья, а Иннополису расти дальше. Его называют татарстанским Сколково. Иннополису исполняется 7 лет. С чистого листа он стал IT-столицей России. Первым городом, где начали ездить беспилотники, появилась сеть 5G. Сейчас здесь живут и работают около 6 тысяч жителей. Как в Иннополисе сегодня отмечают день города. Репортаж Рамиля Галиулина. День рождения Иннополис отмечают в прямом смысле на высоте. В честь 7-летия истребители демонстрируют небе над самым молодым городом страны. Высший пилотаж. Железным птицам аплодируют жители и гости Иннополиса. Самый инновационный город республики. Это больше 6 тысяч жителей, где каждый третий – IT-специалист или ученый. Инфраструктура, экономика, образование и сервис здесь строятся с применением высоких технологий. Здесь университет, здесь айтишники, здесь есть роботы в кафе, на улицах. Это классно, это завораживает. Программисты со всего мира, насколько я знаю. Хотелось бы тоже сюда поступить, конечно, но надо иметь высокий уровень интеллекта и знаний. Город классный, город хороший, город самобытный, город интересный. Город будущего построили за три года. Сегодня здесь свои детские сады, школа, университеты, технопарк. Здесь начали ездить беспилотники и появилась сеть 5G. На территории Иннополиса работают более ста компаний-резидентов. В планах – развиваться и дальше. Наша задача – поддержать этот рост, особенно с учетом задачи по импортозамещению. Мы видим, что у компаний огромный вызов по ряду направлений, связанных с разработкой цифровых активов и в специализированном программном обеспечении, и в пользовательском программном обеспечении, и в ряде других. Поэтому перспективы хорошие. Нам необходимо решать поставленные перед нами задачи. Это и устранение дефицита IT-кадров, и это обеспечение технологической нейтральности, импортозамещение, программном обеспечении, особенно в критической инфраструктуре, создание инновационных, конкурентоспособных продуктов мирового уровня и внедрение инноваций в повседневную жизнь россиян. Сегодня для гостей музыкальная программа и фестиваль «Еды». На сцене артисты, на площади главные виновники торжества – жители. Концертная программа продлится до позднего вечера. Хедлайнером Дня города станет известный исполнитель Баста. Завершит праздник торжественный салют. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Иннополис. Как улучшить международное сотрудничество обсуждали сегодня в Казанской ратуши. Здесь состоялось пленарное заседание Казанского международного конгресса евразийской интеграции. Приехали 100 экспертов из России, Китая, Казахстана, Азербайджана и еще ряда стран. Участие во встрече принял Фарид Мухаммедшин. Как отметил спикер госсовета, в сегодняшних условиях необходим поиск новых партнеров, иных форм международного сотрудничества и логистических связей, начиная с муниципального уровня. Как считают эксперты, нужно изучать успешный региональный опыт международного сотрудничества. В Татарстане Фарид Мухаммедшин предложил создать евразийский научно-аналитический и информационный центр, где мог бы аккумулироваться накопленный опыт. Актуальность нашего конгресса кратно возрастает. Он приобретает особую важность не только с точки зрения противодействия попыткам международной изоляции России и блокирования ее внешнеэкономических связей, но и ради сохранения добрососедских взаимовыгодных отношений. И сегодня мы понимаем прекрасно, что евразийская интеграция является одним из важнейших инструментов, и в том числе ответов на все то, что сегодня направлено против нас. Конечно же, это уникальный шанс доказать в очередной раз, что мы сильны не только экономикой, организационной возможностями, но и прежде всего нашей историей, нашей культурой. И сегодня Госсовет Татарстана посетили депутаты законодательной палаты Али Машлис Узбекистана. Делегация прибыла в республику с двухдневным рабочим визитом. Завтра в Казанской ратуши с участием Рустама Мениханова состоится совместное заседание депутатской группы Госдумы и парламента Узбекистана. На встрече планируется определить, какие меры необходимо принять на законодательном уровне, чтобы по различным направлениям нарастить российско-узбекистанское сотрудничество. Сегодня делегация ознакомилась с работой Госсовета Татарстана и встретилась с Фаридом Мухаммедшиным. Говорили о международной обстановке и межпарламентском сотрудничестве. После расстава Советского Союза не все союзы воспоминали свою государственную связь. В Татарстане создан штаб по кибербезопасности республики. Постановление подписал премьер Алексей Песошин. Такое решение принято в целях реализации указа Владимира Путина о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Руководителем штаба назначен глава Минцифры Айрат Харулин. Организация работ по кибербезопасности, включая обнаружение и ликвидацию компьютерных атак, возложена на вице-премьера Шамиля Гафарова. В состав штаба вошли 22 человека. Их задача проводить мероприятия по обеспечению безопасности в этой сфере. Напомним, накануне в Татарстане ДДОС-атаки подверглись сайты госорганов. Сейчас они работают в штатном режиме. Для понимания это не значит, что создается какая-то государственная структура, какая-то организация. Нет, это просто такая форма объединения представителей отрасли разных направлений. Там не только представители органов власти, там есть представители крупных компаний, связанные с разработками информационных технологий, с разработками технологий безопасности. То есть это такой коллективный совет, который будет оперативно принимать решения, исходя из ситуации, связанной с кибербезопасностью. Системообразующие предприятия набережных Челнов сегодня посетил министр экономики Татарстана Митхад Шаги Ахметов. Глава оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики обсудил с руководителями заводов влияние введенных санкций на производство, говорили об импортозамещении и мерах поддержки. Сегодня в республике 332 системообразующих предприятия, в том числе 60 федерального значения. Как работают в новых условиях гиганты Автограда в нашем репортаже. Предприятие РИАД – один из крупнейших производителей автокомпонентов для автомобилей КАМАЗ, НИФАЗ и МАЗ. Их детали из пластика и композитов. Делают и специальные грузовые автомобили и прицепы. В новых условиях были и сложности с поставками, и потери поставщиков, что привело к увеличению сроков доставки. Последние 15 лет детали для производства автомобилей и тракторов закупали в Америке и Бельгии. Сегодня материалом обеспечивает Китай, но в планах заменить необходимые составляющие на российские. Создана рабочая группа в составе Сибура на площадке Нижнекамск-Нефтехима и одного из предприятий Роснефти, которые планируют освоить и начинать поставлять нам этот материал приблизительно через полгода. Надеемся, что у них все получится, и в этом случае мы полностью перейдем на отечественный материал. Компания получила и субсидию на сохранение занятости. Сокращать штат не будут. План по импортозамещению представили министру экономики Медхату Шиге Ахметову. У нас по республике 60 предприятий, которые являются системно-образующими предприятиями российской экономики. 7 из них находятся на Бережных Челнах. Мы видим, что у руководства предприятий есть полное понимание, как дальше работать. Уже есть многие результаты в части замещения некоторых составляющих, некоторых комплектующих на отечественные аналоги, на аналоги, которые из дружеских стран. Это уже картонно-бумажный комбинат имени Титова. Здесь после введения санкций не просто сохранили, но и увеличили объемы производства, чтобы заместить зарубежные аналоги. Так, выпуск гофроупаковки увеличился на 6%, санитарно-гигиенических изделий почти на 11%. В апреле КБК внесли в федеральный список системно-образующих предприятий. Это значит, они смогут получать федеральные меры поддержки, например, льготные кредиты до 10 миллиардов рублей. Лина Зинатульна, Эльмир Гуйнудинова, ТНВ, Набережная Челны. В эти выходные страна отметит День России. К большому празднику активно готовится и в республике. Также на этой неделе в Татарстане начинается череда сабантуев. В деревнях и райцентрах праздник Плуга пройдет 11, 12 и 13 июня. Президент поставил задачу провести все мероприятия на должном уровне, отметили в Казанском Кремле. С размахом в течение месяца сабантуев отметят по всей стране. В Казани он пройдет 19 июня. Днем ранее национальный праздник федерального масштаба примет Ульяновск. В конце июня его отметят также в Якутии и Новокузнецке. Их планирует посетить Рустам Иниханов. В Ульяновске будет федеральный сабантуев, куда также приглашен Рустам Нургалевич. Но надо понимать, что он туда не просто на сабанту ездит. Там у нас предполагается еще подписание соглашения с Ульяновской областью и ряд объектов посещения, с которыми мы будем выстраивать сотрудничество в предприятии. Скудное питание, нет овощей и фруктов. В Альмейсевске родители малышей жаловались на питание в пяти детских садах. Жалобы запланили в социальной сети и чаты. Если раньше фрукты давали через день, то сейчас раз в неделю сетуют маму малышей. К проверке обращений подключилась и прокуратура. Почему из меню начали убирать овощи и фрукты, разбиралась Филюзаха Медулина. Это новый микрорайон города, 35-й детский садик. Сюда ходят 350 малышей. Гузель Гарипова водит сюда дочь. Это весной меню стало скутным. Овощи и фрукты стали давать меньше, говорит она. Овощей мало было, конечно уж. Овощей. Каши побольше. Вот там сказали, поменяли. Это уже из-за цены сказали. То, что цены поднялись. В принципе, нормально. То есть вкусно все, дети кушали. Но в связи с поднятием цен перестали давать гречку, капусту. Кто-то из родителей никаких изменений в меню не заметил. У нас ребенок не просит, не требует вечером еду. Все нормально. Убрали салаты и выпечку. Яблоки дают лишь раз в неделю. А каши три раза в день, написала в соцсетях одна из родительниц, воспитанника 35-го детсада. И такая ситуация с весны. Жаловались на скутное меню также родители, чьи дети ходят 56-й, 6-й, 44-й и 27-й детсадой. Если есть дети, которые не любят каши, это ничего страшного. Они и дома так же их не едят, правильно? Просто я как говорю, идите в частные садики. День съемок на обед в 35-м детском саду предложили салат из свежей капусты, суп с курицей, пюре с беточками, компот и сухофруктов. Меню всегда разнообразное. Дети довольны, говорят повара. Наталья Галиулина работает шеф-поваром с открытия. Проблем с поставками и качеством продуктов никогда не было, утверждает она. Меню единое для всех детсадов. Дети любят домашнюю лапшу, свекольник, салаты, винегрет, тоже крошим сами, из капусты. Сейчас вот новый урожай, появились огурцы в меню. Сократилось ли количество овощей в меню? Этот вопрос мы задали в РАНО. Как стало сегодня известно, меню зависит от сезона. Ежегодно с 1 марта по Санпину не рекомендуется давать свежие овощи детям. С 1 марта в детском питании не разрешается употребление свежих овощей. Это было всегда во всех Санпинах. И всегда менялось меню, то есть свежие салаты всегда заменялись на свеклу отварную, на винегреты. Потому что пищевая ценность фруктов и овощей до 1 марта, она еще имеет какую-то ценность. Но после 1 марта уже количество микроэлементов, витаминов снижается в разы. Альмитевские школы и детские сады продуктами обеспечивают два поставщика. Компании Гранд из Баллов и Эталон Плюс из Леногорска. Они выиграли торги. Претензий к качеству продуктов нет, говорят в управлении образования. Молочку и хлеб привозят каждый день. Остальное раз в неделю по заявкам. Сейчас у поставщиков появились сезонные овощи. Свежие огурцы, капуста их уже вводят в меню. Что касается фруктов, весной их заменили соками. Мы приглашали родителей в детские сады. И сейчас приглашаем в любой момент. Любой родитель может прийти, обратиться к заведующей. Снять пробу. Кроме того, в течение 10 дней, то есть мы посмотрели полное меню, индекс несъедаемости в целом по садам, индекс несъедаемости у нас 12%. Сейчас прокуратура города начала проверку по обращениям родителей. Со специалистами Роспотребнадзора проведут проверки в детских садах. Это само собой может быть связано с сезонностью, потому что питание летом, зимой, оно все-таки различное, отличается. Проверки начатые, если можно говорить, уже в 35-м дошкольном учреждении, ряде других учреждений. И уже по итогам всей этой проверки мы проанализируем, уже подготовим единую картину, что происходит у нас с питанием в детских садах. Если у надзорных органов появятся вопросы по качеству и полноценности питания, будут приняты меры прокурорского реагирования. Если на меню повлиял сезонный фактор, то вопрос к руководству детских садов. Достаточно было показать родителям требования Санпина. Собрать мальчика на выпускной в Казани в два раза дороже, чем девочку. Татарстанские выпускники и их родители готовятся к торжеству. Обзор главных трендов этого года читайте в интернет-газете «Реальное время». С руководителем Нижневолжского бассейнового водного управления Николаем Пономаревым сегодня встретился Рустам Маниханов. Обсудили долгосрочное взаимодействие по реализации федеральных проектов, оздоровление Волги и сохранение уникальных водных объектов. Также обговорили возможность проведения в Казани заседания бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Отметим сейчас, в Татарстане по федеральным проектам идет расчистка правых притоков рек Мёша и Вятка, строятся берегоукрепительные сооружения в Камском устье, также идет капитальный ремонт 14 гидротехнических сооружений. Сегодня Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Он был учрежден по инициативе Международного союза железных дорог, чтобы предупредить водителей об особой опасности таких аварий. В России на этой неделе произошло уже три ДТП. 6 июня в Новосибирской области водитель Хонды проигнорировал сигнал из семафора и столкнулся с электричкой. 7 июня в Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером. Накануне фура протаранила состав на переезде в Нижегородской области. На территории Татарстана в этом году случилось три железнодорожные аварии. В рамках дня привлечения внимания к переездам сотрудники РЖД совместно с ГИБДД провели акцию. Вооружившись памятками, они напомнили водителям о правилах. Иван Сарафанов подробнее. Подъезжая к железнодорожному переезду, поезд всегда подает сигнал, чтобы привлечь внимание. В случае угрозы столкновения машинист применяет экстренное торможение. Однако составы весят несколько тысяч тонн. И чтобы полностью остановиться, нужны сотни метров. Хотим напомнить, что проезд через железнодорожный переезд должен всегда соблюдаться согласно правилам. В этом году на Горьковских железных дорогах зафиксировано 4 ДТП на переездах. В 21-м 9. Чтобы избежать трагедии на путях, ГИБДД и РЖД проводят специальные рейды. Остановитесь до переезда. В границах нашей республики с начала года было охвачено 18 тысяч водителей, автолюбителей, водителей, которые работают в грузовых, автотранспортных предприятиях. Путем посещения встреч, посещения автошкол, проведения лекций, бесед. И где досконально разбираются те случаи, которые были допущены как в этом году, так и по истечении прошлых лет. Работники РЖД напоминают водителям, что железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Раздают памятки и просят быть внимательными. Особенно на нерегулируемых участках. Вы успеваете среагировать? Конечно. Не трогаемся спокойно ездить. Если мы соблюдаем нашу штрафу. Аварии наблюдали на железнодорожных путях? Было такое? Было такое. Ну, это, наверное, давно уже. По дороге в Буинск некоторые безответственно подошли к этому. Легковые автомобили? Да, в районе опасного. В Казанском регионе около 200 железнодорожных переездов. И только на 19 из них круглосуточно дежурят работники РЖД. Это самый оборудованный и безопасный железнодорожный переезд. Здесь имеется три системы защиты. За один километр до приближения поезда подается светошумовой сигнал, затем опускается шлагбаум и выдвигается специальный барьер. Система полностью автономна и человеческий фактор исключен. На рельсах есть специальное устройство, которое активирует закрытие переезда, когда поезд приближается к дороге. За нарушение правил переезда железнодорожных путей штраф 5000 рублей. Но в случае ДТП виновный водитель заплатит гораздо больше. Ему придется не только за свой счет восстанавливать авто, но и выплатить денежную компенсацию РЖД за время простоя поезда и линии. Иван Сарафанов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Сегодня из Казани на службу по контракту отправились 7 татарстанцев. Они изъявили желание принять участие в специальной военной операции на Украине. Свой выбор они объясняют тем, что продолжают дело своих предков. Отцы и деды были военными. С начала года в республике службу по контракту выбрали больше 500 человек. Кандидаты-контрактники в основном мужчины от 30 лет с опытом боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. Дед военный, отец. Вот как-то все равно тянет это. У нас наследственное. Казанец Эмиль Кужаков 8 лет служил по контракту в артиллерийском подразделении в Оренбургской области и в Казанском танковом училище. Сейчас снова решил подписать контракт. Принял для себя решение, что нужно помочь ребятам, которые участвуют в этом. Помочь тем людям, которые проживают на территории Донецка и Луганских народных республик. И понимая, что для меня это такое особо важное дело. Павел Шевчук из Высокой горы говорит, хочет продолжить дело деда. Он был военным. Гордость берет, что выступаю за Россию, во-первых. Во-вторых, за Татарстан. Позвали в наш батальон татарстанский. Вот жду ответа сейчас от них. Рифат Халиулин из набережных Челнов. Срочную службу проходил во внутренних войсках. После работал самозанятым. В военкомате прошел медкомиссию и профотбор. Желание помочь. Как-то патриотическое тоже есть внутри. Вот решил подписать. Помочь там. Людям на Донецкой области. Луганске. Контракт с добровольцами подписывается на 4 месяца. Предоставляется денежное довольствие, единовременная выплата. По завершению контракта статус ветерана боевых действий со всеми льготами. На сегодняшний день Республика Татарстан формирует на своей территории мотострелковые батальоны, которые будут формироваться исключительно нашими земляками. Кандидатами на военную службу мы рассматриваем от 18 лет до 50 лет. Как правило, это ребята, уже отслужившие в армии, побывавшие в горячих точках Кавказа, Сирии. Средний возраст у нас поступающих на военную службу по контракту от 30 и выше. Ежегодно службы по контракту выбирают больше тысячи татарстанцев. С начала этого года контрактниками стали свыше 500 человек. Вероника Кайнудинова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань. В молодежном центре Волга продолжается смена сокровища нации. 180 детей из 16 регионов приехали в Татарстан, чтобы глубже изучить татарский язык, познакомиться с культурой и традициями, найти новых друзей. Это участники из Астрахани, Оренбурга, Тюмени, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Твери и других регионов. Из Татарстана в смене 25 человек. На протяжении 18 дней для ребят мастер-классы, экскурсии по знаковым местам столицы, посещение театров. С участниками смены пообщалась Алия Харудинова. Я татарин, с гордостью говорит Ильфат Юнусов, который приехал из Астрахани. В школе татарский преподают как родной язык 3 часа в неделю. Но 11-класснику этого мало, поэтому приехал на смену сокровища нации. Здесь все на татарском. Песни, квесты, мастер-классы. Татарстан является родиной татар. И неудивительно, что именно здесь проходит смена Милета Бесхазина-Леры. Мы здесь больше узнаем о нашей исторической родине, слушаем здесь татарские песни. Также у нас проходят здесь уроки татарского языка. 180 детей из разных городов и регионов России. Это Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Астрахань, Владимир, Иваново, Тюмень и другие. Каждый день по расписанию уроки татарского. Радует то, что дети, которые в прошлом году были в начальной группе, в этом году уже продолжающим. И это показатель того, что наш труд, наша работа результативна. В плотном графике участников смены уроки по вокалу, танцам, истории татарского народа. Многие заранее готовятся к конкурсам и дель кызы, и дель егиты, и дель маңы. Так приятно встретить людей, которые говорят на татарском, ощущается, будто бы снова переместилось в свое родное село, где общаешься со всеми на своем родном языке. Мы были в Казани, там везде можно услышать татарскую речь, можно попробовать национальные блюда. Также мы посмотрели театр Кежюльщитек. Там тоже все было на татарском, естественно. И сразу была такая татарская атмосфера. Так, татарские дети из разных регионов страны объединяются. Каждый понимает, именно он носитель и хранитель языка и традиций. Смена сокровища нации проводится по программе летнего отдыха, финансирование из бюджета республики. Также в Татарстане в этом году после реконструкции открылся новый лагерь Мираз. Это первый этнокультурный центр в Приволжском округе. Национальный колорит народов по Волжье ребята познают через национальную кухню, танцы и прикладное искусство. За лето здесь отдохнут более тысячи детей. Его основное направление – это темы, связанные с вопросами межнациональных отношений. И в том числе мы очень надеемся, что и будет место найдено для наших детей, которые проживают за пределами Татарстана. Для того, чтобы мы, приглашая на такие красивые места, на красивые лагеря, формировали их желание у наших детей сохранить свою традицию, культуру, язык. Мы очень хотим, чтобы у них любовь к языку воспитать. Хотим воспитать любовь к нашим традициям. Чтобы они хотя бы немножко заинтересовались и в своих регионах продвигали свой язык, свою культуру. Смена сокровища нации продлится до 16 июня. Организаторы уверяют, каждый день будет насыщен событиями и пропитан национальным колоритом. Олег Ирудинова, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. В эту субботу в республике вручат национальную премию в области боевых искусств Алтенбильбао «Золотой пояс». Для спортсменов это награды сродни Оскару, говорят организаторы. О программе мероприятия рассказали сегодня на пресс-конференции. Пять номинаций. Лучшие спортсмен и спортсменка, тренер, руководитель, промоутер и верность традиции. Впервые премию «Золотой пояс» вручали пять лет назад. На церемонии подведут итоги сразу за три года, так как из-за пандемии награду не вручали последние два года. В этом отмечают и значимые памятные даты. 45-летие движения каратэ Киокусинкай и 35-летие УШУ в Татарстане. Федерация боевых искусств в республике сегодня насчитывает 15 тысяч спортсменов. Для спортсмена, который в течение года своим трудом и потом добивается успехов, пытается быть сильнейшим, победителем и получить высшую награду спортсмена на церемонии «Волтамбельбаум» – это очень дорого стоит. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе РУТЮБ. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме-Бавлах-Ознакаево пятница будет упоительно теплой, несмотря на облачность и кратковременные осадки. Но они вам точно не помешают насадиться летней атмосферой. Значительно потеплеет и в Нижнекамске, набережных Челнах и Лабуге до плюс 25, преимущественно без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши переменная облачность в этих районах тоже потеплела, но пока ветрено. В Арске, в Кукмаре, Болтасе вероятность осадков будет небольшой. Температура повысится до плюс 25. В Болгаре, Држаном, Буинске без существенных осадков и существенный рост температуры до плюс 26. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши, атмосферное давление растет, вместе с ним и температура. Но западный порывистый ветер может доставить дискомфорт. Синоптики дали отнадеживающий прогноз на вторую половину июня. Майские холода не вернутся. После неустойчивой погоды установится солнечное и очень теплое. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в спине? Пора начинать лечение в «Доктор Ост». Вместо скальпеля и лекарств – новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. В Казани ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, но не исключена гроза. Ночью плюс 15, а днем потеплеет до плюс 26. Ветер западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова